Всем привет, мои дорогие! Здравствуйте! Это Лена из Ванкувер, Канада. Пусть все у вас будет светлое, ясное и чистое. Низкий вам земной поклон, мои дорогие люди! Карта Таро ответит на вопрос, какие врата для вас откроются в тот момент, когда вы смотрите расклад. Вот, я возьму для вас всего лишь те карты, которые выйдут. И мы посмотрим именно, что карты покажут относительно вашей жизни. Относительно того, какие возможности дает судьба, какие двери откроются, и зачем, и почему. Ух ты, императоры, вы будете иметь свой план, это очень хорошо. И сила, ваша сила в инициативе. Император – это то, что есть желание что-то делать, есть желание начинать двигаться, и даже вы, ну, не то чтобы уверены в победе, а вы понимаете, что победа – это что-то делать. Проигрыш, когда человек ничего не делает. Император – это сила, 20-х шахаркан. Итак, я буду рассказывать, и в этой небольшой выкладке я хочу сделать расклад небольшой, не длинной. Я буду говорить то, что увижу, и карты вы будете видеть, да. Я не буду их называть как бы по значению, я не буду вам трактовать по значению карт. У меня есть уроки, чтобы значение карт понимать. А просто буду говорить то, что я чувствую, они меня транслируют интуитивно. Если вас устраивает такой план, то мы сейчас начинаем. Видео всегда характерно и работает в тот момент, когда вы его нашли, в тот сезон, в тот день и час, когда вы нашли именно так хороша ложка к обеду. А благодарю спонсоров канала, благодарю тех, кто ставит лайк или делится видео с друзьями. Ну, а я начинаю right away, сразу начинаю, да. Можно задать моим картам ваши вопросы. И вы тут же получите конкретный ответ, понимаете. Какие врата у вас откроются? Что даст вам судьба? Сейчас вы смотрите это как на море возможностей. Да, ваша жизнь как море возможностей. И, допустим, у вас есть вот пять лодок, да. Вам следует сесть в любой из этих лодок и плыть. Куда вы будете плыть? Что вы увидите на том или другом берегу? Даже себе можно представить, как здесь у нас есть, вот когда выходишь в открытый океан. Я, сама знаете, живу на Тихоокеанском побережье. У нас много маленьких островков. И когда я, например, плыву куда-то, в отпуск там на Ванкувер, Айленд и еще, я вот думаю, что этот или другой островок мне даст. Ну вот и карты эти ответят. Представьте себе, что там вот пять островков, и вы сели в свою лодку жизни. И вы плывете в этой лодке, да. И когда вы плывете в лодке, именно ощущение такое, что вы плывете куда-то, да. Куда вы плывете? Что вам даст эта лодка жизни? Может быть, вы как отшельник плывете, не знаем, а куда. А может, именно сила в вашем отшельничестве есть, да. И вот эти пять островов. Что даст каждый остров? Загадайте себе. Например, да, такая фантазия, но на самом деле виртуальная фантазия-то есть, правда. Я вам скажу, что каждый из этих ваших островов, в котором вы плывете, то есть вашей мечты, да, вашим желаниям, что вам каждый из этих островов даст? Когда вы послушаете мой голос, посмотрите на карты, вы восприняете духом. Вы почувствуете именно то, что вам нужно почувствовать. И вы поймете, нужно ли это вам или нет. Так бывает иногда, что нам это не нужно. Мы плывем на полпути, понимаем, что не нужно, но нам же мама говорила, да и дать маму кашу до конца. Мы тратим деньги и силы зря. Доплывая до этого острова, до этого мужчины, до этой работы, до этой страны, а потом оказываемся в неправильном месте, в неправильное время своей жизни и говорим, боже мой, зачем я это делала? Это все было пустое, все мне ненужное было. И разбивается все, как башня, знаете, рушится все. И вы, вместо того, чтобы сказать, well, не получилось, ну что, жизнь-то продолжается. У вас жизнь рушилась, потому что нарушились нейронные связи, вот так все. И вы не можете выстроить новое. Поэтому в данном случае помогают расклады. Расклады вам показывают то, что нужно увидеть, чтобы доплыть, да, до вот этого острова, так называемого, острова вашей жизни, где вы окажетесь уже в другом понимании себя, да, в другом понимании своей жизни. И когда вы смотрите на карты, карта с вами сама говорит, даже мои слова не могут это все высказать, потому что слова не могут передать ни эмоций, ни мыслей у современного человека. Слова старинные, а за последние 100 лет так человек вообще изменился, да. Поэтому вот символ, он приобретает лучшее значение, чем любые слова там в священных святых книгах. Вот символ лучше всего, поэтому второй такой популярный и знаменитый. По этой простой причине. И вот судя по этим картам, вы сейчас стоите на развилке, вы боитесь двигаться вперед, понимаете, вы боитесь, как бы чего не вышло. Потому что именно сейчас вы как будто бы, кто-то вас осуждает, да, как будто кто-то вами руководит, кто-то вам говорит, ой, да, нет, 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 это не твое, да, это не твое. На самом деле, знаете, было написано, гробы крашеные. Вот по откровению Иоанна, да, как, откровение Иоанна, гробы крашены эти люди, которые вам указывают, как вам жить, понимаете. То есть они не знают ваших талантов, они не знают ваших предпочтений, они не знают ваших возможностей. Так что не слушайте, вот этот первый остров, куда вы плывете, да, не слушайте тех, кто вам хочет сделать замечание, кто хочет вам якобы помочь, сказать, там нужно надеть каблуки, нужно уважать своего мужчину, даже если он пьет и бьет, зараза такая, да, не слушайте вы этих гробов крашеных, да, вот этих всевозможных училок, потому что они вот этими заклинаниями своими хотят завязать новый кармический узел у вас в судьбе. Зачем они вам нужны? И вот этот новый остров, первый остров, может, вы его уже прошли, и он оказался не тем, чем нужно, да, и вы теперь думаете, хорошо, а что мне делать? Не остановиться на этом или идти во второй остров? И вот вы идете, плывете во второй остров, и вы получаете в этом втором острове, вроде бы, то же самое опять, на те же грабли наступили, да, вы наступили на те же грабли, на первый взгляд, так вам кажется, что вы оказались в том месте, где все похоже, как было во сне, вроде здесь когда-то были, да, то есть мужчина вроде похожий на предыдущего, такой же подлец, но это на первый взгляд, а может, он вообще не подлец, просто мы видим в другом человеке обычно то, что мы уже видели, а то, что мы еще не видели в мужчине, например, благородство, или в работе перспективу, а мы ее не замечаем. Поэтому этот новый остров, к которому вы едете, о котором сейчас пойдет речь, это ваши возможности, это хорошие новости. Что я здесь вижу для вас, мои дорогие? Я вижу новые возможности, я вижу перемены, я вижу что-то мчится в вашей жизни, хочет проникнуть в те места, где вам больно и исцелить то, что нужно исцелить, проникнуть в те места, где больно. Хорошо, то есть второй остров, а вторая идея, вторая мысль, это просто для исцеления, может, это даже не ваша цель, это просто исцеление того, что нужно было исцелять. И вот вы всели в лодку и плывете к третьему острову, и там как мостик, который шаткий. Понимаете, вы идете, шатается все, и вообще можно упасть, можно провалиться. Это риск, например, новая инвестиция, новая страна, новое вложение денежное, новые какие-то страхи, с которыми вы совладаете. Это третий остров, это третья мечта, на самом деле не мечта, а на самом деле испытание жизненное, вас жизнь проверяет на прочность, говорит, смотри, провалишься ты или нет. Испугаешься ты этих придурков, которые вам крестики там подбросили, но они больные люди, потому что на больных обижаются. Или же тех людей, которые хотят вас запугать, сказать, что смотри, здесь будет провал, здесь потеряешь деньги. Ну, идешь по мостику, а там дальше ничего нет. И вот так вот получается, что вы боитесь вложиться и финансово, и любовно, и по карьере. А не бойтесь. Третий остров, это на испытание вашей прочности, чтобы вы не боялись больше сделать что-то новое в вашей жизни, понимаете. И вот уже четвертая попытка, четвертая попытка развяжет вам руки, потому что вы гордо сидите, вы гордо сидите. И да, вы эмоции ваши под контролем, понимаете, потому что вы больше не сетуете, не сдлитесь, не раздражаетесь, не боитесь. Вот карта мечевая говорит, что у вас уже такой запас прочности, такой резилиенс. Здесь в Канаде у людей нет запаса прочности, потому что они-то не прошли через наши огонь и медные трубы, которые мы прошли, у них эмоции зашкаливают. Они часто не могут взять в свои руки, а мы можем, потому что мы-то прошли с вами огонь и медные трубы. Поэтому вы гордо сидите, меч вас не пугает больше, и тогда вы понимаете, что все, что я вижу, я все могу, да? Если они могут, и я могу. Что меня остановит? Ничто. Вас уже не остановишь. Вас уже не остановишь, ни перед чем, и ни перед кем. Потому что вы уже вошли в свою силу. Так бывает, что как только вы в свою силу попали, и вас уже не остановишь, тогда раз, бац, судьба дает новое испытание, да? Потому что страшно, потому что опасно, потому что все так быстро меняется, все рушится, все очень быстро меняется. И вы входите в свою силу в процессе, когда все вроде рухнуло. Когда вы смотрите, и все как песок с пальца, уходит тот дом, который вы строили, он рушился, его нет, там опасно, там враг, там все разрушено, но вы хотите назад, вы хотите назад, эти мужчины. А он подлец. Вы говорите, он ушел, ну может он вернется. Рушила все. Все, не собирайте обломки. Не вернется. Ну он вернется, но он опять будет делать то же самое, только еще, как бы говорится, с тем концом, но еще и больше, хуже, да? И тогда вы в этой лодке продолжаете быть. Там один, второй, третий остров. И когда мы сравниваем, допустим, три острова, да? Мы понимаем, что, хей, вы прошли испытания, вы прошли такие трудности и развязали какие-то кармические узлы. Видите? Этих три острова вы прошли. То есть три вопроса ваших. Ваши вопросы личные. Финансы, там, любовь, быт, визы какие-то, выплаты или суды. Ну что у кого? Три какие-то важных вехи. И вы-то, когда оглядываетесь, вы думаете, мэн, я в принципе, ну, было и то, и другое. Я в принципе ничего не выиграла. И вы думаете, а что я ничего не выиграла? Да? Что я ничего не выиграла? Вроде бы я все рассчитала правильно, но на самом деле силы были неравные. И поэтому вы сейчас оказались в ситуации, когда вам нужно взять себя в руки и сказать так, все, что страшного, иду дальше. Иду дальше, да? Не буду больше, как говорится, не злись, не проси, что там, это королева английская, что-то, не жалуюсь, что-то, не проси, но я не помню. То есть вы плыли по этой дороге к разным вот этим местам вашей жизни. И вы видели разные события. И эти карты говорят вам, вот колода такая замечательная, да, говорит, что жизнь это так, это плюс и минус. Это плюс и это минус. И что теперь делать? Где правда? Где правда зарыта? В каких из этих карт была зарыта ваша правда, да? Вот у меня вопрос такой к вам. В каких из этих карт? Если я просуммирую сейчас расклад, я четко вижу, что вот когда вы посмотрите просто на карты, да, вы увидите, что эти пять фрагментов вашей жизни, о которых здесь шла речь, да, вы в разное время пересматриваете и разное даете им определение. Например, первый фрагмент, да, мы говорили о том, это, ну, все вроде разрушилось, вы хотите убежать. И когда вы куда-то бежите, вы смотрите, и там разруха, потому что вы там новый, там тоже не знаете, где голову приткнуть. По второму острову, в который вы идете, вы набираете силы, вас закалили эти испытания. И у нас там мечевая карта говорит, что вы прошли сложности, которые вас сделали крепче. И вот этот второй остров или вторая мечта, она уже начинает исполняться не сама по себе, а меч говорит, что это ваш опыт жизненный, да, дает вам прекрасный результат. Третий остров тоже мечевая карта, получается, да. Я вот вижу, много мечевых карт было. То есть, другими словами, третий остров тоже мечевая карта. Вы себе задаете вопрос такой, да, что опять те же грабли в третий раз. Но на самом деле нет, потому что уже по значению эти, эта карта, она уже не такая, не такая сильная, не такая страшная, не такая опасная. То есть, уже начало исправляться все, но вы еще не знаете. Это только видно, когда посмотришь извне на вашу ситуацию, изнутри кажется все, что плохо. Потом четвертый ваш квест, то есть четвертое ваше устремление, желание, какой-то проект, домашний или рабочий, любой, это уже развязывать кармические узлы. То есть, это уже выйти на этот просвет. Да, здесь я вижу, развязывали, развязали вы кармические узлы. И по пятому, с пятой попытка, попытка не пытка, но не зря же пентаграмма, это же очень серьезно, потому что только с пятой попытки обычно получается лучше. Но многие до этой пятой попытки не доживают, потому что, ну как они доживают, но они не хотят, они сдаются. Потому что, ну это пентаграмма. Тот, кто не сдался, тот получил изобилие, как по правильной пентаграмме. Тот, кто сдался, тот получил дьявола, перевернутой пентаграммы. И тогда уже хорошая новость. Я уже вижу здесь чаши, карта чаш, да? Чаши пошли. То есть хорошие новости. Хорошие новости, где вы найдете то, что искали. И, конечно, всегда иносказательно, это правильно по картам, то, что вы искали, вы знаете сами. Вы берете мою иносказательность, таинство расклада, подставляете свои конкретные обстоятельства, и расклад вам скажет, как этого добиться. Я здесь вижу пятая попытка только. Мы рассмотрели все пять попыток, мы раскрыли их подробно, и увидели, что только с пятого раза у вас получится найти нужного мужчину. Значит, пятый. С пятого раза вы найдете лучшую работу с лучшей зарплатой. С пятого раза вы найдете лучшее, может, страну, село, где будет вам надежно, неопасно, безопасно жить и растить ваших детей. Поняли, да? Да, мощно. Очень мощно. Я вам желаю счастья, пусть у вас все будет замечательно. Благодарю спонсоров канала за поддержку. И еще увидимся. Пока, мои дорогие.